Только сегодня, пройдя по улицам города в любимой форме и ярком берете, они не привлекут к себе удивленные взгляды. День ВДВ отмечается ежегодно во второй день августа. По традиции, крылатое братство собирается у памятника Василию Маргелову, основателю воздушно-десантных войск. Сквер у памятника легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. Открыли этот монумент возле ДК Ткаченко в 2014 году. С тех пор у его подножия всегда живые цветы. 2 августа крылатое пехота здесь отмечает свой праздник. С первых дней создания в 1930 году воздушно-десантные войска стали передовым рубежом, способным выполнять самые сложные боевые задачи. Верность присяге и боевому братству, доблесть и отвага, мужество и честь, несгибаемость воли и взаимная выручка – те качества, которые отличают десантников. Десантные войска не случайно называют гордостью нашей армии. Служба в десантных войсках всегда была и остается делом особого почета, героизма и доблести. За всю историю своего существования воздушно-десантные войска принимали участие в огромном количестве сражений, боев и специальных операций. И вписали немало ярких страниц в книгу истории. Сегодня в голубых беретах и тельняшках и молодые люди, и уже зрелые, убеленные сединой. Все они чувствуют себя одной семьей. Служба ВДВ всех объединяет. Десантники гордятся, что принадлежат именно к этим войскам. Потому что задачи, которые выполняет элита армии, не под силу больше никому. Что больше всего мне душа радует, это видеть здесь именно ветеранов, взрослых людей, которые нас учили, учат до сих пор. И мы держим своим примером. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего самого наилучшего. Никто, кроме нас. Слава ВДВ! Леонид Нудельман – потомственный военный. В Великую Отечественную его отец воевал на фронте, а дядя конструировал авиационное оружие. Сам он почти 35 лет прослужил в воздушно-десантных войсках. Я заканчивал десантное училище. Попал служить в знаменитую 76-ю десантную дивизию. Проходил, значит, начал проходить службу в Пскове. Потом недалеко от Пскова есть такой Порхов, остров. А после этого я попал в специальное подразделение. А после я попал в Афганистан, назначен командиром батальона и участвовал в операции по захвату аэропорта и города Кабул. Григорий Агре – один из основателей народного ополчения, командир 202-го батальона. Долгие годы он возглавлял Республиканский союз защитников Приднестровья. Кадровый офицер больше 20 лет служил в ВДВ. Потом десантниками были его сын и внук. В десантовках есть такая поговорка. Не попал в ВДВ – радуйся. Попал в ВДВ – гордись. Вот этой поговорке надо следовать в чужой десант. В ВДВ – это... Ой, как вам сказать? Это семья. Вот это семья. Вот на самом деле, когда пацаны идут служить в армию, уходят в семьи, но попадают в другую семью. Вот поэтому это два службы в ВДВ – это братство. Это то, что никогда, зная, что за спиной телев всегда прикроют. Ну, а грудь уже сам. Главное, чтобы была прикрытая спина. Элитные бойцы всегда на передовых позициях. Именно эти войска, в числе первых, приходят на помощь мирному населению. Сегодня в их адрес звучали поздравления от госадминистрации, горсовета. Союз десантников Приднестровья насчитывает свыше 500 человек. Самых активных представителей крылатой пехоты отметили грамотами и благодарственными письмами. Память погибших десантников почтили минутой молчания. К мемориальному комплексу генералу Маргелову легли живые цветы. Их восложили и к памятнику генерал-лейтенанту Александру Лебедю.